Если ты всерьез считаешь, что американцы не были на Луне, то лучше сразу выключай это видео и иди, слушай, как поет лоза, например. Для остальных у меня вопрос. Знаете ли вы, сколько человек побывало на Луне? Если вы назовете Нила Армстронга или Баса Олдрина, то мое почтение, но с вас еще 10. Да-да, 99% людей даже не задумывались, но на Луне побывало аж 12 человек, а не 1-2, как мы с вами считали всю жизнь. Армстронг и Олдрин в 1969-м просто были первыми, вот их и запомнили. А все конспирологические теории о лунном заговоре Нил Армстронг, например, комментировал так. Программа пилотируемых космических полетов НАСА «Аполлон» за 4 года с 68 по 72 отправила к Луне 24 человека, из которых 12 прогулялись по поверхности, а 13-я миссия, к сожалению, провалилась. Пахнуло какой-то чертовщиной. Цель программы тогда озвучил президент США Кеннеди. Проигрывая космос Советскому Союзу, ему надо было во что бы то ни стало хоть где-то показать прорыв. И именно высадку на Луну выбрали в качестве цели. Хотя сам Кеннеди, как мы помним, до триумфа своей страны не дожил. Программа «Аполлон» была закрыта в далеком 75-м году. В последний раз человек ходил по Луне аж полвека назад. Так почему же сейчас вновь всколыхнулось космическое противостояние и все устремились к спутнице нашей планеты? Америка амбициозным проектом Артемида уже намерена отправить новых астронавтов на Луну буквально в 2025 году. И сразу после начать строительство обитаемой базы. А Россия, Япония и Индия, или ее теперь нужно называть «Бхарат», делают ставку на роботизированные миссии. Япония, например, 7 сентября уже запустила ракетоноситель со своим первым посадочным лунным модулем. Носитель Митсубиши вывел станцию Slim, которая оснащена высокоточной системой лунной навигации. И через три месяца нейросеть станции сама выберет наиболее подходящее место для посадки на основе распознавания изображения от посадочной камеры. Станция летит с двумя отстреливаемыми микрокамерами для съемки себя самой со стороны. Запущен также рентгеновский телескоп и спектроскоп XRISM. В случае успеха Япония станет уже пятой страной, осуществившей мягкую посадку на Луну. В новую лунную гонку подключились Европейский Союз, Израиль, Южная Корея и даже Эмираты. И все они готовят к запуску свои модули и запустят их в ближайшие 1-2 года. В далеких 60-х основной целью была политика. Ну и просто добраться до другого астрономического объекта. Сейчас это тоже политика. Но на Луне был найден лед. И теперь туда устремились сразу все. Ведь лунный грунт, реголит, богат различными металлами, минералами и другими органическими соединениями. А если там есть еще и вода, ну, вы понимаете, лонизация не за горами. Ведь лунный лед наверняка может стать источником кислорода, питьевой воды и топлива. Чисто теоретически. Одной из самых важных причин освоения Луны является изотоп гелий-3. На Луне его количество оценивается в тысячи тонн. А ученые считают, что его можно будет применять в термоядерных реакторах. Я могу показать необходимость нагляднее. Чтобы обеспечивать энергией все население Земли в течение целого года, нужно всего 30 тонн гелия-3. Представляете? Но Луну рассматривают еще с нескольких сторон. Как космическую шлюпку для человечества, на крайний случай. Как хранилище банков биоразнообразия по типу хранилища семян на Шпицбергене. Как прекрасный стартовый стол для пуска космических кораблей дальше в космос. Ведь не надо преодолевать атмосферу. Как отсекатель земных радиопомех для радиотелескопов. Но только на обратной стороне Луны. Как направление космического туризма. Ну и безусловно, как кладовую ресурсов. Ведь неизвестно, какие полезные ископаемые хранят под собой поверхность Луны. Теперь, что касается успехов и неудач. Американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter заснял место отрицательного прелунения нашей Луны-25. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции Луна-25 стал сбой при отключении двигателя. На всякий случай я не буду озвучивать свои мысли, а то вдруг закон появится о дискредитации Роскосмоса. Каждый тут пусть додумывает сам, но я очень переживал. Мне хотелось, чтобы он работал, чтобы он приносил пользу человечеству. Очень жаль, что все так получилось. Надеюсь, выводы сделаны и наши ученые смогут снова опередить время в следующем проекте. А ведь в планах Луна-26 — это орбитальная миссия к Луне, которая планируется на 27-й год. И Луна-27 — это уже посадочная миссия, планируемая на 28-й год. Ну а у Индии все получилось, и я очень рад за них, ведь они запустили ракетоноситель Чандраян-3 с луноходом на борту. Ждем японский модуль, затаив дыхание. Ганбате, малыш. Индия стала четвертой страной, успешно совершившей мягкую посадку на Луну. А Россия в рейтинге космических держав откатилась на почетное четвертое место. Мягкая посадка спускаемого модуля Викрам с луноходом Прагьян внутри успешно осуществлена 23 августа 2023 года в 12.33 по всемирному времени. Вот тут, например, мы видим, как луноход Прагьян отъехал на расстояние и сфотографировал свой же посадочный модуль Викрам. Кстати, Чандраян уже совершил научное открытие. На южном полюсе Луны в месте посадки температура 70 градусов, что почти в три раза выше, чем думали ученые раньше. А уж сколько открытий ждет впереди!